Группный план Только с благими целями Ну ты когда не слышал лозунг Давайте посостязаемся во имя войны Ну дело в том Что изначально Кубертен Когда брал идеологию Олимпийских игр Он брал ее у Древней Греции Где на время Олимпийских игр Прекращались военные действия вообще Безусловно Для греков это было священное совершенно мероприятие Все понятно Мое мнение Опять же не обязательно ни для кого То что профессиональный спорт это зло Да раз Люди калечат себя Инвалидов Люди калечат в первую очередь себя И самое главное что ради результатов Из людей выжимают в принципе Все что можно Но я уже профдеформирован Поэтому у меня только сравнение С дрожжами Которые используют транснациональные компании Они из этих дрожжей Выжимают просто все До тех пор пока Да я помню эти факты которые До тех пор пока дрожжи не сдохнут Они будут бродить Ну вот это варварская абсолютно тема Когда ты ребенка Подростка Выжимаешь из него все соки ради результата А через 15-20 лет Здравствуйте товарищи врачи С опорным двигательным аппаратом С нарушениями Вот эти И карточку больного Она все толще и толще Давай Володя Мы никогда Я к чему Я к чему Просто то чем мы занимаемся Мне кажется это тоже в своего рода Спорт Да Мы такую подачу даем Потом нам летит ответка Мы что-то еще туда перебрасываем На ту сторону Я Просто мы в прошлый раз с тобой Поговорили про памятник Карла Отто Шнейдера Который Собирается компания Вяти все-таки установить В этом году И Бурную дискуссию Надо сказать Вызвала Эта информация Которая меня удивила Да И на нашем сайте был опубликован В том числе и эскиз Этого памятника Утвержденный уже На других сайтах тоже появилась Эта информация Огромное количество комментариев Там разделились мнения Кто-то поддерживает Кто-то не поддерживает Собственно сейчас мы продолжим Об этом говорить И в том числе эти мнения Обсудим Да В нашем эфире Давай сразу же скажем Что мы подчеркивали И говорили это неоднократно Компания Веч Собирается Установить памятник Своему основателю Своему предку Дорожайшему Нигде бы то ни было На территории города Ни на набережной Грина Ни в каком-то парке Ни еще на какой-то Общественной территории Планы Касаются исключительно Территории Завода Вятич Верно говорю Согласен Ты решил бороться С идиотизмом Находящимся в головах Наших прекрасных Любимых Кировчан Методично Отсекая Как бы Вот эти Повторение Мать учения Да Значит первое Ребята Совершенно правильно Возгласа на тему Того что Ставьте где угодно Но только не это самое Правильный возглас Молодцы Ставить будут На территории Завода Вятич То есть там Где он Собственно Все это Начал Это памятник Отцу Основателю Производства Отцу Отцу Промышленного Пивоварения На Вятке Вообще По ходу матча Потому что до него Никаких промышленных Предприятий В промышленном масштабе Производящих Напитки На Вятке Не было Слава Товарищу Шнейдеру За наше Счастливое детство Да Это первое На территории Завода Вятич Второе Что мне Чрезвычайно Чрезвычайно Мне понравилось Вот обрати внимание Это не знаю Этот факт Известен Неизвестен Широкой публике Но памятников Пивоварам В России Нет Это первый Это первый Я готов тебе поверить Поверь мне Можешь проверить Зайти в поисковик Попытаться найти Дело в том Что есть где-то По-моему Какие-то бюсты Там Основателям А похожих историй Было ведь Несколько Похожие истории Именно с немцами Которые приехали На Русь-матушку И здесь Что-то вот основывали Это история Начинавшаяся Начавшаяся При Александре Втором Если я правильно помню Кстати Замечательный Замечательный Освободители Да Но он Мало того Что начал Освободить Вообще Большой круг Реформ Который Собственно Привел К расцвету России Он и привел Эти реформы Одно из направлений Было В целях Борьбы С алкоголизацией Населения Он решил Развивать Пивоварение А для того Чтобы это Пивоварение Поставить На нормальную Основу Надо было Звать немцев Из 1871 Года Фактически По окончании В общем-то Истории Романова То есть До 1917 Немцы Ехали в Россию И ставили Здесь Заводы Мало того Что поддерживали И пропагандировали Работу Отечественных Купцов Отечественные Ребята Ставили Есть В нескольких Регионах Вокруг Есть Останки Заводов Которые Ставили Купцы До революции И они После революции Существовали Но потом Так сказать Победивший Гегемон Их Абсолютно Спокойно Закопал Нет Наши умели Делать напитки Всякие Разные Но зачастую Более крепкие Наши умели Вообще Делать Все Россия С пенным Безалкогольным На всякий случай Смотри Механика Проще Наши Русские 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 Жители Руси Жители Российской Федерации Так вот Умели Всегда И все И Одна из Бед В том Что сделать Мы можем Очень хорошо Изобрести Очень хорошо Можем Создать вещи Которые Никто Не додумался Собака Довести Дома Фитюльку Какую Забугорную Так что Сами Удивляются Ребята Которые Собственно Ее Делали Но запустить В серию Продать Распространить Ой Кроме Военной Техники У нас Толком Ничего Не Получалось Потому что Военную Технику Активно Спонсировали Все режимы Которые У нас Были Ну По понятным Причинам Все остальное У нас К сожалению Хромало И вот Для того Чтобы Делать Поварение Пригласили Немца Спасибо Товарищу Карлу Отто За то Что он Вложил Собственно Свои усилия У него Очень Неприятная Трагичная Тяжелая Судьба Потому что Он оставался Немецко Подданным Ну там Сексен Менингенский Он на самом деле Подданный Он оставался Им До Момента Начала Революции По-моему То есть Его сначала Интернировали В девятьсот Четырнадцатом Году Когда началась Война Ну надо Понимать Как отношения Обострились После начала Первой мировой В четырнадцатом Году Мы знаем Ну и дальше Все нагнеталось И нагнеталось Обстановка Как в Соединенных Штатах Во время войны Уже второй мировой Интернировали Японцев В концу Угеря Безусловно Та же картина После Перл Харбора Это были самые ненавистные Люди для американцев Да И та же самая Картина была В девятьсот четырнадцатом С немцами в России Ну нехорошая Тяжелая картина А потом у него Просто вся советская власть Все отобрала Просто национализировала Все И он писал Я помню это письмо Что в общем-то У меня все Плоды моей жизни Все что я делал Все отобрали То есть У меня абсолютно Ничего нет Но он мигрировал Слава тебе господи Его не расстреляли Не там Не сгноили В каком-нибудь лагере Он умудрился Покинуть Россию Вывести семью Да Это удалось Но все что он сделал Все осталось здесь Ну вот собственно говоря Вот это печаль Ну единственное Что мы можем сделать В памяти о Шнейдере Да поставить память Ну вот это Видимо в том числе Такое объяснение Еще одной претензии Если так вот я ее назову А почему именно Этому человеку Ставить памятник Что у нас нет Других более достойных Кандидатур Это все тоже люди пишут Хочешь знаешь Вот как-то Под новостями Быстро перейти На какой-то Дворовый жаргон На какой-то Объяснить по-пацански Да Как-то вот Че Вот понимаешь Че Че ты сказал Да Вот какому другому человеку Ты деньги собери Поставь памятник Какой-то не знаю Тараканскому князю Работай Огранизуй движение Собери деньги Поставь Инициируй Кому хочешь ставь Это наш человек То есть мы знаем Что он сделал Для нас На вече Работает 420 человек Это 420 семей Раз Второе Это производство Которое Естественно Там меньше Гораздо Но Но Мы входим В обойму Российских Русских Заводов Которые Не принадлежат Транснационалам Их очень Немного На самом деле И по идее Вот если правильно Смотреть Ребят Вы когда Прекратите Завидовать По-тупому Завидовать Там Скобрезничать Вот Ныть Вот это вот Все Да Вот Что меня бесит Абсолютно Ребят Вы когда-нибудь Гордиться Своими земляками Будете Гордиться Успехами Того Что делается У вас Ну Как бы Руки в ноги Возьмите Задумайтесь На секунду Почему Обязательно Если сосед Добился успеха Ему надо Завидовать Зачем Это делать Зачем Тратить Жизнь Энергию И воображение Ну Я вот этого Не понимаю А почему Фигура Шнейдера Объясню Очень просто И легко Там Мне чрезвычайно Понравился Мы говорили с тобой Перед эфиром Комментарий На Ньюсли Ну то есть На сайт газеты Репортер Да Где Вот Зачем памятник Этому Самодовольному Сытому Бюргеру Вот От этого То у нас Все Пьянство И разруха Родной Ты не попутывали Вообще Причины Следственные Связи Сытый И довольный Бюргер Это Всегда Благосостояние Ухоженность Уровень Качественной Жизни Другой Совершенно Ты пойми Что Вот эти люди Которые Действительно Что-то Делают Которые Что-то Создают Они Тебе Формируют Среду В которой Ты живешь Ты что У тебя Из пальца Возникли Все эти Тротуары Дома Освещение Электростанции Транспорт Это Кто-то Выдумал Явно Не ты Родной Или кто-то Это произвел И кто-то Это делал И кто-то Человек 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 Многие Я уточню Более Сталин Многие Не понимают Что обыватель Обыватель Почти ругательное Слово В русском языке Такой приземленный Человек Смотря в какой Контексте Такой Обывательский Интерес Обывательское Поведение Нет Если там Элита Хочется Не зайти До простых Граждан Конечно Тогда вроде Как это Хорошо Вот Например Выражение Квасной Патриотизм Оно Совершенно Правильно Квасной Патриотизм Выражение Это выражение Вяземского 20-е годы 1820 Друга Пушкина Когда Надо было Показать Отношение Вот этой Аристократии К вот этому Простому Люду К этой Черни Которая Вот Ну Не парливо Франция Короче Говорит Не получает Вот Господи Ну Вот Эти все Людишки Квасной Патриотизм Непонимание Того Что Обыватель Это Здравое Зерно Нации Это Здравая Основа Жизни Народа Вообще Человек Который Обеспечивает Себя Семью Детей Который Заботится О своем Жилье Зарабатывает Платит Налоги Который Ведет Себя Как Настоящий Это база Никакая Богема Никакая Наука Ничего Не может Существовать Без какого-то Количества Обывателей Большинство Должно Быть таким Это Правильный Самый Подход Так вот Шнейдер Да Это Обыватель Конечно Проклятая Немчура Ничего не умел Кроме как Пиво делать И им торговать Все Если уж так По простому Да Если по простому На роду у него Было Написано Только вот Моментик еще Человек добился Того Что Продукция Вятки Кирова Кировской области На секунду Перенесемся Она продавалась В Париже В Лондоне Она поставлялась Ко двору Николая Второго Ребята По Волге И по Каме Шли баржи Под гарантией Товарища Баучева Знаете Вот где Красное здание Где ФСБ Это Баучевский Особняк Бывший Где там Остались Какие-то интерьеры Ну как я Недавно видел Интерьеры Очень поюзаны Сильно То есть Ну вроде Говорит Что не Не используют Не сохранили Силовики Непосредственно Особняк Не сохранили Короче говоря Не сохранили Чекисты нам Красоту Баучевскую Как я понимаю Вот А под гарантией Баучева Шнейдер Отправлял Караван Нижегород Нижегородскую Ярмарку То есть Баржи Святским Товаром Шли И В Лондон В Париж В Санкт-Петербург И в Москву Отправлялись Железной дорогой То есть Это означает Только одно Вот предприятие Которое Играло роль Визитной карточки Региона В принципе Оно и сейчас Эту же роль Начинает играть Благодаря Ну класс Ладно Но я надеюсь Что и с пивом Безалкогольным Разумеется Тоже получится Вот памятник Шнейдеру Это Ребят Это об этом О том что Ну давайте Займемся Давайте поставим То чего нет В России Больше ни у кого Памятник Пивовару Причем Что мне особенно нравится В Шнейдере В памятнике Там же Шнейдер Сидит на вавочке Вот Можешь ты Сфотографироваться С Шаляпином Который у нас На театралке стоит Нет Ну потому что Шаляпин большой На постаменте Ну что ты К постаменту подойдешь На фоне надписи Шаляпин Ну может быть Это и к лучшему Подчеркивает Так сказать Величавость Величину Эту Этого Артиста Ну Ну с другой стороны Это конечно Все какие-то Стереотипы Что памятник должен быть Именно вот такой Большой Гордый И фиг допрыгнешь Там Ну Владимир Ильич Ленин У нас стоит Тоже такой Хрен допрыгнешь Да Ну в буквальном смысле Слово Да То есть вот эти Державные Огромные Совершенно монументы Где вот эти Мифологические По сути фигуры Космические Да Вознесены Над простым Человеком Там И так далее Ну А здесь другая Конструкция Здесь Шнейдер Наш Он такой же Обыватель На одном уровне С нами Он такой же Обыватель Как все мы Такой же Совершенно обычный Человек Просто У него Руки Из того места Голова На месте была Плюс он немец Плюс у него Были традиции Которые он сюда Принес Вот и все То что там Можно сесть Сфотографироваться Мне очень нравится Сейчас Колебания на тему Того Ставить ли памятник Прямо Проходной Там еще Магазин торгующий От завода Ну я Сразу представляю Себя картину Когда все Посетители Магазина Будут Бегать Фотографироваться Со Шнейдером Может быть Так и сделаем А кстати Я не помню Спрашивал Не спрашивал Кто непосредственно Эскиста Разрабатывал Это группа дизайнеров Один Единоличный Какой-то Дело в том Что Саму картинку Шнейдер Разрабатывала Художница И сейчас К своему стыду Я не могу вспомнить Ее фамилию Кировская Кировская Совершенно правильно Да То есть я вспомню Обязательно Напомним мне Мы в следующем эфире Обязательно озвучим Потому что На мой взгляд Сделано неплохо Потом Ребята Из ВГГУ Или правильно ВГУ ВятГУ ВятГУ Опорный университет Опорный Костыльный ВГГУ Это то что я еще Заканчивал Костыльный Опорно-костыльный Вот Из ВятГУ Ребятишки Они сделали Сейчас 3D Делают точнее 3D То есть они Сделают 3D Потом Опять Моя хреновая Извиняюсь За вот эти выражения А 3D для чего? Из модели 3D Будет отливаться Уже бронза А Они делают Господи Форму Они печатают 3D Да Они печатают 3D Это везется Вот я говорю Моя память какая-то Не очень То ли в Королев То ли Ковров Вот какие-то Два города В Подмосковье Видимо предприятие Которое как раз Специализируется Совершенно правильно Большинство литья В России На извоениях Вот туда Все это везется Отливается Привозится сюда Устанавливается Надеемся Что срок будет Сентябрь Октябрь 2021 года Ну скорее всего Мы должны успеть Скорее всего То есть Коктобия Ферст Ценник Ну Если можно поделиться Этими Данными Знаешь Я назвал в комментариях Цифру 5 Лямов Да Ну Это Насколько я понимаю Нам встанет Все Все Вообще Все Вместе с отливкой Установкой Это еще Подготовка площадки Поверхность Ну да Конечно Там Со всеми мелочевка Вот Скорее всего В пятерку Мы можем сюда Ну Поглядим Может быть Сэкономим Это не лишнее Будет совершенно Вот Но Я очень надеюсь Что это будет Качественная Интересная Хорошая работа Два момента Еще раз Подчеркну В России Нет больше Памятников Пиловаром Второе На вятке Я не знаю Ни одного Памятника Где рядом Человеком Можно присесть Сфотографироваться Такой вещи Тоже не знаю Слушай Территория Завода Все таки Вещь то Удаленная Центра Да Каким то образом Вы будете Информировать Гостей Самих Горожан Что есть Такой памятник Что можно Там побывать Или это такое Достаточно Местечковое Извини меня За выражение Явление Когда приходят На работу Сотрудники Видят Когда приходят Клиенты Любители Напитка Собственно Бывают здесь Или все таки Какой то раскруткой Будете заниматься Вы знаешь Это очень интересно Измерение вопроса Я просто над ним Думал У нас ситуация Следующая У нас появляется Памятник Но у нас У нас есть Экскурсии На заводе Они интересные Они возобновились Нет Пока идет Пандемия Никаких Массовых Экскурсий Ничего не будет Вот Я надеюсь Что послание Президента Грянет У нас 21 апреля По-моему Я читал На конец апреля Назначен Мне назвали Вроде бы 21 Но не суть Может быть я ошибаюсь Вот Грянет у нас Торжественное Сообщение Вадим Вадимович Я очень надеюсь Что Вадим Вадим Скажет Возобновить Экскурсии Нет Ну да Это лучшее Что он может сказать Вообще По сути дела Но нет Я очень надеюсь Что Вадим Вадимович Объяснит Что мы победили Пандемию В общем и целом Наконец Все ограничения Надо снимать Что все замечательно Хорошо Спасибо героическим Врачам Людям Которые шлепали Нам эти маски Вообще Всем большое спасибо Все свободны И соответственно С этого момента Мы начнем Массовые экскурсии То есть еще раз У нас будет памятник Мы возобновим Экскурсии Надеюсь на это Как можно быстрее Это произойдет И третье У нас есть Альпин Вот этот ресторан Который недавно Открыли Спа Спа Там между прочим Спа неплохое В первую очередь Потому что Там есть такая вещь Как пивные ванны Но пивные В данном случае Имеется ввиду Не реклама Ни в коем случае Надо безалкогольное слово Нет Не надо Потому что Объясню тебе Это дрожжи Фактически То есть Это не сам напиток Это сусло То из чего Потом будет готовиться То есть Это Одинаково Для алкогольного Безалкогольного Никакой разницы нет Сырье Вот Такие ванны Существуют Только в Чехии Потому что Все что Еще один анекдот Все что существует В Москве Ну 99% Большинство объявлений На сайтах Которые я видел Это фуфло То есть Вот именно Об этих услугах О ваннах Да Оказалось Оказалось что Ребята Просто из какой-то Там где-то Пивоварня Откуда-то Чего-то Как-то Привозят Вот так вот Где-то Да Тестерну продукции Что ли Привезли Налили И все Фигня в том Что в Чехии Эта услуга Существует От завода В двух случаях Есть две В коровых варах По-моему Есть две И где-то еще В Банатбане По-моему Вот Это в Германии Так вот Есть вариант Когда ты получаешь Сырье прямо от завода И в этом сырье Ты успешно плаваешь Ну Здесь же Да Я на себе На своей собственно Несчастной шкуре Испытал прелесть этого Ты знаешь Здесь или в коровых варах В коровых вар Пока значит Не позволяет мне добраться Социальное положение И финансовые успехи Вот А до вятича До пивных ванн Я доехал И ты знаешь Неплохо Неплохо Как это Это ты лежишь Или там глубина какая-то Да Можно передвигаться Ванна Которая заполнена При 38 градусах Это джакузи Она там пузырится Нет Понимаешь Это оказывается Надо предупреждать заранее Чтобы они Принесли И сусло Слили Охладили Суслошный Понимаешь Она нагрета до 100 градусов Ну там Денадцать чем-то Вот Его надо будет охлаждить До 38 И через два часа Только тебя запустят Понимаешь В котел с этим добром Чтобы ты не сварился Ну понятно Три раза перекрестился Вот да И там сварился Очень классная штука Так вот Есть Альпин Есть Тирольская кухня Которую открыли австрияки Тоже классно совершенно Там не хватает На мой взгляд Пусть Илья Николаевич Курагин Не пинает меня издалека Но на мой взгляд Там все-таки не хватает Какой-то более-менее веселой Баварской Тирольской Бузочки Напил Все остальное Это европейский уровень Это европейское шале Кухню ставил австрияк То есть как бы Многие ребята уже говорят Ну в принципе да Вот Ну вот Может быть чуть вот Посуше должен быть Этот вот Это вот блюдо Я когда ел его в Альпах Вроде бы посуше Посуше да Вот Ну В целом сказали Что за рюк А можно так логистически выстроить Что и в ваннах побывать И собственно вкусить Эти все Австрийские Вкусняшки Есть мысль Мысль-то пока Разрабатывается Когда Просто если уж ты приехал Получи По полной программе Что называется Когда москвич Покупает Собственно Тур На вятку Вот у тебя памятник Шнейдера Вот у тебя экскурсия Вот у тебя пивные ванны И дело за малым Еще Хорошо бы достопримечательно Все таки Кирова привести в порядок Ну какой-то маршрут должен быть Потому что когда приезжали сюда Допустим Экскурсию на вятку Приезжали москвичи Ну отдельный вопрос Потом мы с ними ездили То есть Я в общем-то понял Что да Это приезжали специалисты Пиариного дела Нет-нет-нет Это другое Это просто нас очень попросили Знакомых Как бы Вот Это в субботу как раз было В нерабочий день И ты знаешь Я понял Что в принципе На вятке Мы можем посмотреть Монастыри Посмотреть какие-то Кусочки архитектуры Какой-то маршрут Мы можем проложить Уже сейчас Есть Ну по идее Осталось подключить К этому Какое-нибудь Туристическое агентство Подключить Авиакомпанию Гостиницу И создать нормальный тур Для жителей Москвы Санкт-Петербурга Это не очень дорого Для доходов Нормального москвича Такого среднего класса Как раз Совершенно не дорого Причем вырваться Я понимаю По формату Это такой тур выходного дня Совершенно правильно Когда можно за день За два собственно Вот это одна сторона медали Вторая сторона медали Дать возможность Кировчанам Доезжать До завода Вятич Почему Нет автобуса Маршрута Ни одного Вот туда Вниз по Карлом Очень неудобно Очень неудобно То есть Обычный человек Не может доехать Спокойно На общественном транспорте Сел на автобус Добрался Фотографировался Со Шнейдером Купил продукцию Вятич Поехал в Рот Вот этого нет К сожалению То есть Нужен автотранспорт Это такой минимум Который хотелось бы достичь Да Вообще хотелось бы Видеть как-то Жизнь какую-то Приятнее Удобнее Какую-то Интереснее Вкуснее Понимаешь Вот Какую-то Человеческую Не вот это Вот сикость-накость Там По колдобинам Как говорят Возможно Начни с себя Хочешь Раскрасить свою жизнь Прикладывай усилия Пожалуйста Развивайся Мне Вот когда я слышу Это Это мне напоминает Варианты нашего правительства Которые все время Ну любого уровня Которые все время говорят А что вы критикуете Предлагайте Зачем 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 это критика К чему это критика Критикуешь значит Предлагай Не понимая как бы Варианта Что для того Чтобы что-то предложить Нужно иметь компетенцию А для того Чтобы критиковать Нужно просто уметь сравнить Больше ничего Ладно Мы отвлеклись От нашего У нас сейчас реклама У нас реклама подошла Мы можем дальше Уйти на небольшую Рекламную паузу Двигатель торговли Буквально полторы минуты Владимир Маматов Пресс-секретарь компании Веча Скоро продолжим Группный план Снова мы в прямом эфире Еще раз добрый день Владимир Маматов Пресс-секретарь компании Веча Ты знаешь В этих же комментариях По поводу установки Памятника Шнейдеру Есть и слова В адрес продукции Компании Ты их тоже видел С нетерпением Жду В очередной раз Нелицеприятные высказывания В адрес самого руководства И так далее За эту продукцию Как вам не стыдно Даже вам там даже Химический Химический Вот есть нормальный напиток Безалкогольный Вот мы его потребляем А все что вы делаете Это все какое-то вот Да Вот когда Не достойно Нашего внимания Нашего вкуса Когда наши Папуасы Когда наши Обвешенные Ожерельями Потрясающие копьями Жители Вятки Заявляют о том Что Ага Вятич Химия И при этом Покупают Скидочные Вот эти По 29 рублей Карлсберг Который льется Какому-нибудь клинку Безалкогольный Безалкогольный Карлсберг Так вот Я не знаю Мне почему-то вспоминают Столько испытания Первые испытания Английскими войсками Станкового пулемета Максим В 1883 году Когда Одно подразделение Расстреляло 3000 Зимбабвийцев Вот Ну Это так Агрессивный Какой-то Непонятный Ребят Я не знаю Может это один и тот же человек Кстати у меня пришла мысль Который Это неважно Это Абсолютно неважно Вот парадокс в том Что Вятич И его продукция Входит в список Заводов Российских Во-первых Принлижащих Русским Не лежащих По транснационалам Это очень интересный вопрос А Ну Отложим его А вот Самое главное То что этот завод Сохраняющий Традиционное Качество Сохраняющий Традиционную Рецептуру Сохраняющий Традиционное Сырье Сейчас идет Бодава Между союзом Пивоваров Правительством Российской Федерации Ассоциации Производили пиво Куда убежали Транснационалы Как раз на тему Того что Лишь же мы держим Стандарты Лишь же мы их Не держим Вот куда-то Сейчас шавесов пойдет Потому что Если пойдет Совсем не туда То у нас будет Вообще Засилие суррогатов Полнейшее уже Транснационалы Я так полагаю Выступают за то Конечно Поставить крест На И вообще Кроме прибыли В принципе Ничто не интересует А каким образом Зимбабвийцев Извлечь деньги Это Вот это их интересует Ну как Как сделать так Чтоб негр Расстался с деньгами Надо как-то Его так Обмануть Поудобнее Вот Поэтому когда пишут Там про химию Порошок На вятиче Ну я не знаю Ребят Ну на экскурсию Сходить Ну там С рабочими поговорить Ну если мне не верить Там директор Директору тебе более не поверит Это же понятно Вот Ну с работягами поговорить Просто поймайте У проходной Скажи Где порошок хранишь Где там Это Кто Где там Как В чане мешает Где он в чане там мешает Где это отверстие тайное Когда Засыпается Ребят Не нужно было бы Зараза Пропускная система Не нужна Была бы Компьютеризация Ну посмотрите Хоть раз Ну сходите На экскурсию Ну посмотрите Технику Которая там стоит Посмотрите Оборудование Да не пойдет он На экскурсию Вот так он будет И сидеть И дальше будет Строчить Ваши продукции Я все по вкусу чувствую Скажет он Напишет он Вот я же Я же гурман Я же Я вот Я же глоток делаю И все Тут же сразу Все понятно Не отличит он Какой нибудь Мюнхенский Там не знаю Шпатен Не шпатен Что у нас было Нет У нас полланер был По моему Помнишь я тебе показывал Один из самых Дорогостоящих На современном рынке Я тебе показывал Сравнительный анализ На прошлой передаче В московском И нашим слушателям Он тоже рассказывал Да Да И количество Примесей В Вятище И в полланере Мюнхенском Отличалось Там на На три или четыре Пункта Да В сотке Но при этом Они Не превышают Не превышают А все остальное Балтики Там эти Бочонки Безалкогольные Бочонки Безалкогольные Балтики Безалкогольные Медведи Безалкогольные Все Гуси Безалкогольные Тоже там были Кстати в списке Но там Превышение Порядка Двадцати Процентов Я их не упоминал По-моему Там начиналось С 36 Издеваться У Балтики По-моему 150 Вот так То есть дофига Чуть ли не в два раза Полтора точно Полтора точно Вот И У нас Качество Продукции Это немецкое качество Один Там Еще один Зимбабиец Написал в комментариях Что Вот А что это Я буду Это местное Это вот Ватячее Все это Вот Поеду я В Германию В Чехию Отличный Комментарий Прекрасно Езжай Там тебе Нальют То же самое Вот просто То же самое Ничем Не отличающееся Вот Ребят Это вот Почему ставится Памятник Шнейдеру Потому что Те самые традиции Потому что Мы хотим Чтобы немцы Фотографировались Те немцы Которые приезжают На завод Вот я все время Думаю Что пора Заняться И вот Приезжает к нам Какой-нибудь технолог Или приезжает К нам Ребята Которые Оборудование Оладили Ну Сфотографировали Со Шнейдером Поместили фотографию СМИ Ну Чтобы понимать Что Обслуживают Те технологии Те И все Вот это Это немецкое Ой Вот Разница Между Суррогатным Пивом Вот этим Безалкогольным Разумеется Экспресс Пивом Безалкогольным Разумеется Она должна Быть понятна Вот вообще Говоря Все транснациональные Компании Вот Эта Технология Она универсальна А именно Для того Чтобы Дешево И сердито Продавать Дикарям Все что Хочешь Из напитков Я имею ввиду Как Удешевить Сам продукт Очень просто Во первых Нужен сироп Если ты Посмотришь На производители Сладкой Газировки Как я ее называю На московских эфирах Где постоянно Рубят названия Кока Кова И Пепси Кова Но Два основных Производителя Сладкой Сладкой Из организма Вот так Ремарка Как и вообще Сладкую газировку Не надо пить В ней очень много сахара В 0.33 Кока Кова Это суточная норма Сахара Для мужчины В 80 килограмм В 40 лет При этом Чай Кофе Сладости Уже нельзя Не надо Это лишний удар Живудочный будет Это медицинский свет Так вот Ребята Кока Ковы И Пепси Ковы Они делают сиропчик Сиропчик привезли Разбавили Проводной водичкой Газировали То есть просто Ну как вот Газировка делается Углекислый газ Жижный подается У тебя получились Веселые Бодрящие пузырьки Огромное количество сахара И приятный Забавный вкус сиропа Все здорово Хорошо Вот так делается Газ-вода В России Она просто Пакуется И вместе с упаковкой Стоит фантастически дорого По сравнению Со стоимостью Продуктов Ну как-нибудь Почитайте Стоимость водопроводной воды И сиропа И углекислого газа Вот Это первое А с пивом Безалкогольным Разумеется Ситуация Absolutely the same То есть абсолютно Та же самая А именно Ребята смекнули Что О чем морочиться Ну ничего морочиться Зачем Зачем напрягаться Что там делать Там 30 дней Ну там Бродить Дображивать Охлаждать все эти танки Фильтровать Там думать Репу чесать Следить за процессом Там дрожжи беречь Ну зачем тебе это делать Ты берешь фермент Покупаешь У тебя на Тонну Уходит 20 кг фермента И ты Бахаешь Этот фермент У тебя При температуре 15-16 градусов Дрожжики Дренифени Избраживают Все в течение Недели Недели Против месяца Навятичи Самый простой вариант Месяц Нормальной технологии При 15-16 градусах Быстро Легко Благодаря ферментации Избраживают Да Густого Густого К такого Крепкого Насыщенного Сиропа А потом Ты этот сироп Просто разбавляешь Водопроводной Водой Очищенной Дливовым Осмосом Газируешь Углекислым Газом Разливаешь Баночки Называешь Пивом Безалкогольным Конечно И ставишь Под К Разберг Там еще Что-то Еще Что-то Еще Забыли Про пастеризацию Там Пастеризуется Еще Смысла Нету Конечно Тебе надо пастеризовать Особенно То что Ты везешь Нет Есть сорта Которые к нам Приезжают В хорошем виде Есть От 160 200 рублей У тебя Пол литра Будет стоить В метро Зайди в метро Посмотри на ценники Там Вот как только Ценник начинает Уходить за 150 Ты можешь быть Уверен Что да Это привезли Из Мюнхена Да Но оно Даже едучи Из Мюнхена Оно не будет Свежим Потому что Пока по логистике Оно едет Это ему Все равно Месяц Вятич Я с мантру Произнесу Внимание Вот просто Прекрасно Вот с этой мантры Мы завершим Передачу Вятич Это свежее Раз Местное Два Пиво Безалкогольное Конечно же И можно повторять Бесконечно Вятич Свежее Местное Свежее Местное Это в Вятич Ты можешь купить То же самое Что в Мюнхене Но здесь Ты можешь почувствовать То же самое Что в Чехии Но здесь У тебя нет Проблемы С качественным продуктом Родной Зимбабвиец Пойми Все У тебя нет Этой проблемы Мы ее решили За тебя Пользуйся А вот Ну то что Ты В галлюцинациях Цветных картинах Там этих Слухов И все остальное Я надеюсь Что наши передачи Свободи Сметаниным Пробьют Бреш Свежее Местное То есть эти принципы Они лежали в основе Работы Шнейдера Да С которого мы С которого мы и начали Которым мы и заканчиваем Как я понимаю Да Пора Да Владимир Маматов Маматов Пресс-секретарь Компании Вятич На этом истекает Время нашей передачи Все программы Можно переслушать Или пересмотреть На нашем сайте Кирова.ру Так что удачи вам И до следующего вторника Удачи всем Крупный план